День добрый Валентина Игнатьевна, я бы хотела вам вот это спросить, как можно приостановить рост кератом и папиллом? Их очень много, и они с каждым разом увеличиваются. Валентина Игнатьевна, это вопрос чрезвычайно серьезный. Я серьезно даже говорю не потому, что с этим нельзя справиться. Справиться с этим можно. Я очень прошу вас быть очень внимательны. Вот почему? Потому что начало образования такого рода свидетельствует об очень высокой степени интоксикации. Интоксикация. Или, как нынче принято говорить, эндоинтоксикация. То есть внутреннего накопления того, что мы привыкли называть шлаками. Поэтому первый шаг, который вы должны начать делать, как ни странно, это очищение организма. Только избавив вас Бог. Заниматься очищением печени отдельно, суставов, всего прочего. Понимаете, ничего хорошего из этого не выйдет. Значит, первое, что надо делать, это относительный голод. Это в обязательном порядке. Причем относительный голод достаточно жесткий. То есть где-то 400-500 грамм в зависимости от вашей комплекции. В день еды съедать. Еды съедать. Это первое. Значит, есть вы можете всё. Но не более 100 грамм мяса в день и не более 100 грамм рыбы в день. Обязательно. Второй продукт, который вы должны для себя приготовить на это время, причем относительный голод, у вас будет идти первый этап 28 дней. То есть 4 недели. Значит, приготовить обязательно льняное масло. Обязательно. Значит, вот тот рецепт, ту еду или то блюдо, о котором я говорил по рецепту профессора Будвиг, немецкого, творог, льняное масло, льняное семя и мёд, есть обязательно грамм 100 в день. Грамм 100 в день. Этого достаточно, так сказать, более чем. Это и будет поддерживать тонус организма, снабжать его всеми необходимыми веществами. С одной стороны. А с другой стороны, это рецепт, который регулирует, как вам сказать, вот для того, чтобы было понятно, он помогает организму сократить кровоснабжение вот этих вот новообразований. Потому что и кератома, и висячие родинки всяческие, и папилломы, и всё, они имеют как бы свою сосудистую систему. Понимаете? И вот эта вот сосудистая система, она и поддерживает и рост, и возникновение, и развитие такого рода новообразований доброкачественных. Вот. Значит, нам нужно этот кровоток потихонечку сокращать, убирать его. Понимаете? Можно их обрезать, но они, так сказать, заново начнут расти. Тут нет никакого смысла, нет никакого. Вот через месяц вы сможете, или через полтора, если в этом есть необходимость, провести хирургию, убрать эти самые кератомы, и папилломы, и всяческие вещи. И они, пожалуй, так сказать, ну, вы таким образом, так сказать, через месяц уберёте условия, которые способствуют их росту. Поэтому они расти уже не будут. Но это не значит, что вам не нужно повторить эту программу ещё раз. Понятно? Это следующее замечание. Третье. Запишите, пожалуйста. Я очень советую сделать квас по Болотову. Квас? Квас по Болотову. Угу. Но вот такой вот странный рецепт. Я его ещё никогда не давал. Значит, это либо брюссельская, либо брокколи, капуста. Так. Её надо измельчить как следует. И три чайных ложки полных. Ну, полных так, не сказать, чтобы это такая гора была, да, но чайные ложки полные. Очень высокого класса зелёный чай. Так. Он называется либо серебряные, либо золотые типсы. Повторите, пожалуйста, золотые? Типсы. Типсы? Да, серебряные. Или такие, это вот буквально почечки верхние. Ага. Вот так сказать, вот зелёного чая. Угу. Значит, что надо с ним сделать? Либо три литра сыворотки. Это лучший вариант. Угу. В эти три литра сыворотки вы положите стакан сахара. Так. Значит, и вот этот стакан наполненный, нарубленный вот измельчённой капустой. Угу. И в этот стакан, измельчённый, с капустой, вы добавите три чайных ложки зелёного чая. Угу. Вот это всё в редкий-редкий марлевый мешочек. Угу. Угу. С тем, чтобы это не плавало поверху. Притопить и поставить на 10-12 дней. Вот и размешать всё как следует, соответственно, растворить сахар. И завязать горлышко этой трёхлитровой банки плотными слоев 3-4 марлей чистенькой. И поставить бродить. В тёмное место? В тёмное место и ни в коем случае не на солнце. Угу. Понятно? Да. Значит, через 10-12 дней, как правило, уже этот квас готов. Его можно слить и можно поставить вторую порцию. Угу. Но думаю, что вам этих трёхлитров хватит. Ну, на первый случай, на первое приведение. Почему нужно именно это? Потому что давно известно, что вполне возможными виновниками образования, такого рода образования, о которых вы говорите, является вирус папиллома человека. Угу. Это можно пойти, так сказать, сделать анализ, в конце концов, для того, чтобы в этом убедиться. Вот. По последним замечаниям, и сейчас очень много акушеров, гинекологов рекомендуют для применения при доброкачественных, но образовательных процессах, таких как фибромиома и миома, рекомендуют препараты с содержанием индола и... Сейчас скажу вам, пожалуйста. Кахетины. Как? Кахетины. Индол содержится в крестоцветных. В основном это капуста. А вот кахетины эти, той формы, которой нам нужны, кахетины, галат, кахетины, по-моему, три, они содержатся в очень, в таком серьёзном количестве, как раз в зелёном чае высокого элитного класса. Понимаете, вот этот мусор в пакетиках никому не нужен. Понимаете, это мусор. Так. Вот, понимаете, и поэтому было бы хорошо, если бы вы одновременно при проведении этой программы по стакану в день этого кваса выпивали. Понятно? По одной трети стакана три раза в день. Итак, у вас всё очень просто. Вода. Дальше. Относительный голод. Дальше. В обязательном порядке, то есть без этого нельзя обойтись. Первый день. Вот, скажем, вы неделю или две недели научились пить воду, начали пить этот самый квас, да, который я вам сказал, да, сократили количество еды, и начинаете основную программу. Начинается основная программа, как всегда, с очищения солью магнезии, сульфата магния. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы с вами понимали, что магнезия, раствор, который мы выпиваем, сульфат магния, значит, он не только помогает нашему организму вымыть кишечный тракт, вымыть в буквальном смысле. Там есть свои механизмы, к счастью великому, этот механизм не связан с послаблением, со снижением тонуса, он связан с другими процессами. Но дело не в этом. Мы промываем хорошо желудочно-кишечный тракт. Для чего? Для того, чтобы освободить пространство, в которое будет сбрасываться токсические накопления в нашем организме. Понятно, да? Да, понятно. Значит, дальше, что вы делаете, один день только сульфат магния, магнезия, а со следующего дня вам имеет смысл делать 7 дней. 7 дней подряд вы принимаете сорбенты, активированный уголь. Почему в вашей ситуации я прошу делать всего лишь 7 дней, а не 10, как по программе? Потому что вы должны будете в течение этого курса трижды провести вот этот 7-дневный цикл с сорбентами. Лучше, если это будет активированный уголь. Можно использовать энтеросгель. Но в силу того, что мы 7-4 раза будем использовать активированный уголь, нужно немножко себя, так сказать, подзащитить. Чем? Дело все в том, что активированный уголь все-таки немножко может, ну, как бы содрать слизистую, да, затронуть физически, затронуть слизистую желудочно-кишечную тракт при переупотреблении. Понятно, да? Да, у меня это язвенная болезнь часто бывает, это желудка бывает. Бывает или она у вас просто хроника язвенная? Да, наверное, скорее всего, хроника. Ну, а что вы делаете для этого? Лечусь, хожу к врачу. А, и много лет уже? Много лет, лет 30. Ой, ё-моё. Господи, вы мне объясните, пожалуйста, Валентина Игнатьевна, да, сказать, что же вы лечите тогда? Ну, когда язва, чтоб рубцевалась, язва... Амес. Амес, да, дынол. Ну, да, понятно. Язва зарубцевалась до следующей язвы, да? Да. Которая появится в другом месте. Фантастика. Значит, 7 дней, понятно, да? Да. 7 дней, потом 7 дней на 8 день. Вот 7 дней вы принимаете сорбенты? Значит, на 8 день вы снова принимаете магнезию, да? Вот между первым приёмом магнезии и вторым приёмом магнезии проходит 7 дней сорбции. Потому что на 8 день для чего мы принимаем магнезию? Во-первых, для того, чтобы снова промыть желудочно-кишечный тракт, очень много сбрасывается туда в это время всяких неприятностей. И убрать остатки активированного угля. Понятно? Да. Желательно, вот, по крайней мере, во второй раз принимать соль магнезии 2 раза с разрывом в 3 часа. Скажем, если в 10 утра приняли, то через 3 часа вы принимаете второй раз. Независимо ни от чего, был стул, не было стула, вы принимаете второй раз. Понятно? Понятно. Вот, пожалуйста, после этого вы отдыхаете по меньшей мере до 10 дней. Отдыхаете. Угу. Понятно? Понятно? Да. Но всё это время вы принимаете кваз Волтова, о котором мы договорились, и, соответственно, воды надо вам принимать не менее полутора-двух литров. Это обязательно. Вот как только вы отдохнули эти 7-8 дней, вы снова, так сказать, повторили весь стикл, начиная от магнезии и заканчивая магнезией. С участием сорбентов. Понятно, да? Да, понятно. И таких у вас должно быть 3 этапа. 3 цикла. 3 цикла. Понятно, да? Да. Вот всё это время вы принимаете воду и обязательно принимаете кваз Волтова. Понятно? Понятно. Значит, сейчас секундочку одну, это не всё. Угу. В силу того, что у вас и лекарственная интоксикация достаточно высокая, а это всегда, так сказать, приводит к тому, что резко увеличивается количество свободных радикалов, и, соответственно, изменения в сосудистой, изменения кровотока, отложения, так сказать, холестериновых бляшек и прочее, прочее, они присутствуют у вас. И в достаточной степени, насколько я понимаю. Да. Потому что есть ещё проблемы, связанные с ишемией. У вас. Да. Понимаете? Поэтому, так сказать, я вам очень советую в это время использовать чай. Так. Зелёный. Нет, ну зелёный, понятно. Зелёный вы можете использовать, там, 2-3 чашки в день выпивать. Просто зелёный чай, вот тот самый, который вы поместили, так сказать, в квас, его можно, естественно, использовать как заварку. Но чай из солянки холмовый. Из солянки? Да. Холмовой? Есть такая трава, называется она солянка холмовая. Ага. Или она ещё раньше называлась трава бабушки лоху. Как? Бабушки лоху. Лоху? Лоху, да. И был такой препарат, в своё время назывался он лохеин. Лохеин. Да, но теперь этого препарата я не встречаю, больше встречается просто солянка холмовая. Угу. Что такое солянка холмовая? Это очень хороший способ, используя эту травку. Это печёночный адаптоген. В силу того, что при той ситуации, которая сложилась у вас, как мне кажется, понимаете, очень непростая ситуация сложилась с желчными протоками, с печенью. И нам нужно, так сказать, вот эти протоки освобождать очень основательно. Так вот, солянка холмовая как раз очень хорошо помогает в этой ситуации, помогает желудочно-кишечному тракту, то есть помогает решать нашему организму некоторые гастроэнтерологические проблемы, связанные с состоянием желудочно-кишечного тракта и панкреатической железы. Да, у меня тоже. Да, ну я понимаю, что она у вас тоже есть. Да, болит. Да, да, и панкреатит, господи, как его, забыл, как называется панкреатит. Панкреатит. Да, панкреатит. Извините, забыл слово. Но бывает так, от частого употребления. Бывает. Да, панкреатит, он присутствует, поэтому соляночку холмовую надо принимать со стевией. Трава такая есть, стевия. Стевия. Да. Их надо заваривать одновременно, но только помните, стевия – это сахарозаменитель. Причём там в несколько сот раз слаще сахара. Поэтому её надо очень немножко, то есть надо пить сладкий чай, но без сахара со стевией, да, и с солянки холмой, два раза в день в тёплом виде. Просто завариваете как чай, даёте 20 минут постоять и выпиваете его. Больше ничего. Понятно? Понятно. Кстати сказать, это очень хорошая еда, поэтому её можно использовать как в качестве какого-то одного из этапов питания, да? Значит, ну и последнее, что без чего вы не обойдётесь. Этого нельзя сделать в силу того, что у вас ещё, ко всему прочему, так я понимаю, не очень хорошая с точки зрения реологии кровь. Густая? Да, очень густая. Поэтому, пожалуйста, сам… Аспирин пить мне нельзя, потому что… Не надо, я ни о каком аспирине речь не веду. Да. Это дело доктора, и доктор назначит вам, так сказать, аспирин или какие-либо аспириносодержащие препараты, дело не в этом. Есть такая, опять же, трава, называется кора ивы. Так. Растение такое ива, но не верба, некоторые путают вер-ива, потому что верба тоже относится к ивовым, но не обладает теми свойствами, которые обладает кора белой ивы. Значит, либо кора ивы, либо, так сказать, есть сейчас уже препараты из коры ивы, но цельные, не вытяжка из коры ивы. Что это такое? Это как раз очень серьёзное изменение состояния крови, разжижение крови, но при этом с отсутствием вот того раздражающего эффекта, который может вызвать дополнительные воспалительные процессы последствия желудочно-кишечного тракта, которые свойственны аспирину. Понимаете? Да. И, так сказать, кора ивы никогда не вызовет внутренних даже микрокровотечений, понятно? Угу. Которые свойственны, так сказать, тогда, когда у людей, ну, достаточно серьёзная ситуация, связанная с состоянием слизистой желудочно-кишечного тракта. Понятно? Да, понятно. Вот поэтому кора ивы, но не менее двух-трёх раз в день, и желательно, если, вот скажем, квас-болт, вы можете прямо перед едой принять и, так сказать, спокойно дальше кушать, да? Да, там, скажем, чай из солянки холмовой, из состевии, вы можете принимать прямо во время еды. То есть специальное время для приёма этих препаратов мне нужно выделять. А вот для коры ивы надо выделять специальное время. Понимаете? Что я имею в виду? Я имею в виду, не надо кору ивы смешивать ни с едой, ни с какими-либо там приёмами препаратов, лекарств и всё прочее. Вот это мы должны с вами железно понимать. Понятно? Понятно. Значит, вот такая вот вещь. Значит, с чаем у нас всё понятно, с корой ивы всё понятно, с солянкой холмовой, из состевии всё понятно, я надеюсь. С режимом, по-моему, всё понятно. Да. Очень прошу вас, Валентина Игнатьевна, отнестись к тому, о чём я сейчас сказал, и к моему предупреждению. Очень внимательно, потому что по реке Вегуа это пятая стадия зашлакованности, это серьёзно. Создаются условия для магнализации, то есть перерождения. Вы понимаете, о чём я говорю? Да, да. Всё? Большое вам спасибо. Не за что. Анатолий Ефимович, а вот активированный уголь пить, вот у меня 80 килограмм, сколько таблеток пить? Значит, 7 таблеток, не меньше. 7 таблеток. Да. И, пожалуйста, так сказать, рост-то какой у вас? 154. Ой, голубушка, у вас 20 килограмм лишних. 20 килограмм лишних? Как же вы живёте-то? Ну, я была, вообще я была, даже 58 размер носила. Потом, когда мне немножко обнаружили повышение сахара, я села на строгую диету. Я похудела на 16 килограмм. Вам ещё надо худеть, как минимум на 20 килограмм. И я потом гели ноги носила, шатала меня. Вы знаете, какая вещь, так сказать, шатала вас по другой причине? Понятно? По другой причине. Ну, то, что вам надо сбрасывать вес, совершенно точно. Понимаете? Иначе вы будете ещё 50 лет лечиться, если проживёте. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Не за что. Особенно это касается вашего сердца. Имейте в виду. Понимаете? Потому что там с венеечными артериями у вас уже не очень хорошо. Друзья мои, у меня остаётся буквально две минуты до окончания нашей первой части. Пожалуйста, приготовьтесь. Я сегодня начну прямо диктовать программу. Вот первый шаг. Что необходимо, зачем, почему и от чего. Я хочу предупредить, что программа, которую вот в настоящее время мы с вами так вот очень подробно будем формировать для себя, эта программа касается всех нозологий. Практически всех нозологий. Задавать вопрос по поводу того, годится ли мне, если у меня то-то, годится ли мне это, если у меня то-то, нет смысла. Это для всех кроме, кроме, подчёркиваю, даже при аутоиммунных процессах имеет смысл заниматься этой программой. Значит, единственное, о чём я хотел бы предупредить, эта программа не касается онкологических больных. Никогда ничего не надо предпринимать при онкологических процессах, не согласуясь с доктором, не получив диагностический результат, не получив от доктора программу вашей жизни при онкологическом заболевании. Что это будет? Операция, радиология, химиотерапия, так сказать, это. И вот тогда, когда сформировано врачебное отношение к тому процессу онкологическому, который у вас есть, вот тогда можно заниматься, так сказать, и то в большей степени не лечением опухоли, её вылечить нельзя. Её можно только убить или удалить из организма. А сделать мы с вами этого не можем. Понимаете? Я об этом не один раз говорю, и каждый раз я с этим, вот в среду и в четверг, когда я отвечаю на телефоны, это кошмар. Каждое второе – это онкология. Причём в таком уже состоянии, что дальше ехать некуда. Понимаете? В первую очередь, если у вас есть какие-то подозрения к врачу, выяснить всю ситуацию, все условия, и после этого всемирно помогать врачу. Это возможно. Вот это возможно. Самое главное, что та программа, которую мы с вами формируем, это, по сути, профилактическая программа при новообразовательных процессах. Понимаете? Вот то, что я сейчас говорил у Лентине Игнатине, если бы вы позволили себе хотя бы раз в год провести такую программу, возможно, вы никогда бы, даже если вы находитесь в группе риска, возможно, не заболели бы раком. Вот в чём тут вся проблема. У нас сейчас с вами маленький перерыв. После перерыва, пожалуйста, приготовьтесь записывать.